Всем привет! Недавно в одном из своих видео я так вскользь затронула тему колористики и спросила у вас, насколько эта тема вам интересна, хотите ли вы более подробно об этом послушать и получила просто ошеломляющий ответ. Буквально каждый комментарий под тем видео говорил о том, что да, тема колористики обязательно нужна и видео такое вот 100% делай. Ну я думаю вы уже догадались для чего мы с вами тут собрались, тем более вы видели название этого видео. В общем-то сегодня с вами поговорим о колористике. Я постараюсь рассказать все очень детально, предметно, но в то же время не слишком затянуто. И вы знаете, это видео не из тех, сразу предупреждаю, не из тех, которые можно послушать где-то там на фоне. Я рекомендую такие видео смотреть не один, не два и может быть даже не три раза. И хотя я все буду стараться показывать с примерами, все равно это та информация, которая должна усесться в мозгу для того, чтобы потом уже не возвращаться назад к моему видео или к чему-то другому, или там к цветовому кругу, а чтобы у вас вот как бы это уже на уровне подсознания все было. Сразу небольшая тоже такая оговорка. Оговорка, колористика в целом это достаточно сложная наука. И что касается колористики именно в макияже, здесь есть свои нюансы, которые отличаются от колористики в принципе. Я потом объясню, о чем я говорю. В общем-то запаситесь терпением и давайте приступать. Первое, что я вам советую сделать, это, как я и говорила в прошлом видео, сохранить себе на телефон или распечатать и положить где-то возле вашей косметики цветовой круг. Цветовой круг это такая базовая основа. Я предлагаю с этого опять-таки начать. Я все объясню, как там устроено, если вы вдруг еще не знакомы с ним. А если знакомы, все равно я уверена, что вы какие-то нюансы новые возможно узнаете. И я буду начинать, естественно, с азов. И чем дальше будет прогрессировать видео, тем глубже и глубже мы с вами будем углубляться. Поэтому, если вы за первые там 3-4 минуты ничего нового не услышите, то все равно досмотрите это видео до конца. Итак, в середине цветового круга находятся три цвета первого порядка. Это желтый, синий и красный. За пределами спектра находятся черный и белый. Абсолютно все оттенки, которые вы можете себе представить, формируются из разных комбинаций этих оттенков. Цвета второго порядка это те, которые формируются при смешивании цветов первого порядка. Желтый и красный формируют оранжевый, красный и синий фиолетовый, синий и желтый зеленый. Если же смешать уже цвета первого и второго порядка, получаем цвета третьего порядка и так далее и тому подобное. Какие еще базовые знания мы можем получить из цветового круга? Это то, что все цвета делятся на холодные и теплые. Если разделить цветовой круг пополам, то с одной стороны вы увидите холодные оттенки и при смешивании всех этих оттенков вы тоже, соответственно, получите холодные оттенки. Другая сторона цветового круга это теплые оттенки, соответственно, все, что формируется при смешивании этих оттенков, тоже будет теплым. Цвета, которые находятся рядом с друг другом, являются родственными, и они всегда хорошо сочетаются. Если вы возьмете любые два оттенка, которые находятся рядом на цветовом круге, и построите таким образом макияж, этот макияж 100% будет хорошо смотреться, хорошо оттенки между собой будут растушевываться. Цвета, которые находятся друг напротив друга, являются контрастными, и для их сочетания лучше использовать либо промежуточный какой-то оттенок на цветовом круге, либо графический элемент, либо черный или белый. Разные оттенки внутри одного цвета являются монохромными, и последнее, что мы можем здесь увидеть, это насыщенность цвета. В самом центре находятся пастельные оттенки, и чем дальше они от центра отходят, тем более становятся насыщенными. Теперь, что касается соединения оттенков, или, как их принято называть, цветовыми схемами. Самое простое, что мы можем сделать, это, по сути, сочетание двух, трех, четырех и так далее родственных оттенков. То есть, строить макияж вот так вот по цветовому кругу. Например, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, оранжево-красный, и вот таким образом создать вот такой вот плавный переход. С этих сочетаний я всегда советую начинать. Если вам трудно ориентироваться в цвете, вы зачастую теряетесь и не знаете, с чего начать. Следующая простая схема сочетания оттенков, это использование монохромных оттенков. Такая схема очень круто учит растушевывать и создавать глубину цвета. У вас точно не получится грязи, если вы используете монохромию, но в то же время в конце вы должны получить идеальный градиент. И здесь очень важно учиться не просто как бы постепенно затемнять и затемнять и затемнять, а именно создавать вот такие вот градиентные, постепенные, плавные переходы. Что касается более сложных сочетаний, то к ним, к примеру, относится комплементарное, то есть сочетание контрастных оттенков. Как я уже и упомянула, их сочетать гораздо сложнее, потому что если вы, к примеру, возьмете желтый и сразу захотите соединить его с фиолетовым в растушевке, то, скорее всего, у вас ничего не получится. Вернее, что-то да получится, но это будет выглядеть очень грязно. В одной растушевке контрастные оттенки очень круто сочетаются через переходы. Если взять, например, тот же желтый, то можем сделать переход от желтого к оранжевому, потом красный взять, потом фиолетовый. Но, по сути, таким образом мы получаем первую схему, о которой мы говорили, то есть использование просто подряд родственных оттенков. Это не совсем у нас получается контраст. Контраст конкретно в макияже очень круто выглядит в графике. То есть, если, допустим, мы берем какой-то основной цвет и дополняем его одной стрелкой какой-то цветной, или двойной стрелкой, или мы можем даже просто разорвать макияж и нанести один оттенок на верхнее веко, а второй оттенок на нижнее веко, и при этом использовать контрастные цвета, но это будет уже выглядеть прилично. И желтый и фиолетовый это еще такой, знаете, легкий пример. Можно взять другую цветовую схему, например, красный и зеленый. Вот казалось бы, в макияже глаз красный и зеленый как-то вот очень сложно сочетаются, действительно так и есть. Но можно же придумать разные варианты. Это не обязательно должна быть растушевка. Вы можете просто сделать как бы монохромный зеленый макияж и красную стрелку, или там красным карандашом подвести слизистую. Или если вам этот вариант не нравится, вы можете нанести красную помаду. Потому что говоря о колористике, мы говорим не только о макияже глаз, а о макияже в целом. Поэтому вы контрасты можете использовать не только в середине одной какой-то зоны, например, глаз. Вы можете учитывать абсолютно все ваше лицо и вообще, в принципе, весь ваш образ в целом. Об образе в целом я поговорю немножко дальше. Ну вот опять-таки зеленый и красный, зеленые глаза, красные губы. Отличное контрастное сочетание. И вот очень важно, как раз-таки, когда вы делаете макияж, не зацикливаться исключительно на макияже какой-то одной зоны, будь то глаза или губы, например. А продумывайте сразу весь образ в целом. Если вы хотите монохромию, ну хорошо, сделайте там розовато-красноватые глаза. В такой же температуре там нанесите румяна какие-то розовые, розовую помаду. И вот у вас, по сути, получается полностью монохромный образ. Хотите офигенный контраст? Ну тогда нанесите какую-нибудь оранжевую помаду на губы и сделайте голубовато-синий макияж и глаз. Хотите растяжку аналогичных оттенков? Ну тогда, к примеру, можно сделать красно-оранжевую помаду, оранжевые румяна использовать и сделать желто-оранжевые глаза. Если вы будете смотреть на цветовой круг и руководствоваться этими правилами, вы в любом случае не сделаете неправильно. Другой вопрос, что конкретно вам нравится, потому что кому-то больше идет монохромия, кому-то больше идут контрасты, кому-то нравятся яркие какие-то растяжки, а кому-то больше подходит нейтральная гамма. В любом случае, я вам здесь советую попробовать разные схемы, разные вариации и уже определиться просто, грубо говоря, опытным путем, посмотрев на себя в зеркало, что вам больше нравится. Еще одна интересная схема сочетания оттенков, это использование двух родственных оттенков и одного контрастного к ним. К примеру, вы сделали растушевку на верхнем веке оранжевого, а на нижнее веко нанесли зеленый. Это будет очень яркий контраст, но при этом оттенки не будут между собой спорить. И также такая схема очень часто используется, если вы хотите подчеркнуть ваш оттенок глаз. То есть, к примеру, у меня зеленые глаза, и если я сделаю такой макияж, то зеленый на нижнем веке будет как бы сливаться с зеленым оттенком моих глаз, делая их более выразительными. А из-за того, что используются контрастные оттенки на верхнем веке, они будут больше выделяться. Того же эффекта мы добьемся, если заключим наши глаза в монохромный макияж, контрастный опять-таки к цвету наших глаз. К примеру, если у вас голубые глаза, сделая монохромный оранжевый макияж, вы очень их подчеркнете. Если же вы боитесь контрастов или он вам не идет, то выделяйте их монохромными оттенками цвета ваших глаз. И самое сложное сочетание оттенков это триады. Это сочетание трех равноудаленных друг от друга контрастных оттенков. Например, оранжевый, зеленый и фиолетовый. Это, наверное, самое сложное сочетание, особенно внутри какой-то одной маленькой зоны, как, например, глаз. И здесь совет такой же. Не пытайтесь эти оттенки просто растушевать между собой, потому что вы 100% получите грязь. Придумайте какой-то нестандартный подход. Возможно, одним оттенком вы делаете растушевку и дополняете это все двойной стрелкой. А еще в триадах можно учитывать ваш цвет глаз. То есть это не обязательно должна быть косметика. То есть если, к примеру, у вас голубые глаза, то вы будете в триаде с красным и желтым, что создает как бы родственное сочетание из теней. Но в то же время это будет триадное сочетание, если учесть в эту формулу еще ваш цвет глаз. Конечно, есть еще более сложные сочетания цветов, но в макияже я предлагаю на этом остановиться, потому что, как я уже сказала, у нас слишком маленькая зона. У нас всего лишь маленькие глазки, скулы, губы и все. Это весь наш холст, скажем так. В одежде, дизайне и графике, конечно, есть гораздо больше где разгуляться, и там гораздо больше вариаций есть. Но что касается именно макияжа и сочетаний оттенков макияжа, то на этом, наверное, стоит остановиться. Потому что мы просто физически не сможем уместить на такие маленькие зоны более сложные какие-то изощренные комбинации. А теперь давайте поговорим о грязи, потому что, казалось бы, да, вот смотришь на цветовой круг, все понятно, руководствуешься вот этими базовыми какими-то правилами, но на практике получается грязь. Откуда же она берется, как ее избежать? А все потому что, когда мы смешиваем противоположные оттенки, то мы получаем нами всеми любимый коричневый. Именно поэтому я и сказала, что контрастные оттенки между собой нельзя просто взять и растушевать, потому что в процессе растушевки, скорее всего, вы получите вариацию вот какого-то какашечного цвета, который совсем некрасиво будет смотреться. И вот это, кстати, одна из самых распространенных ошибок, из-за чего получается грязь. Бывает, смотришь свою палетку, видишь, ага, есть у меня желтый и зеленый. Эти оттенки хорошо будут между собой сочетаться, но начинаешь делать между ними переход и что-то не то немножко начинает получаться. А все потому что мы часто воспринимаем оттенки очень плоско, то есть мы видим там желтый, зеленый и мы называем его желтый и зеленый. Хотя на самом деле, если мы присмотримся к желтому, мы увидим, что в нем большая часть оранжевого, а в зеленом, например, есть большая доля синего. И таким образом эти оттенки уже не находятся настолько близко на цветовом круге. То есть из-за того, что в одном больше оранжевого, а в другом больше синего, они как бы все дальше и дальше расходятся по цветовому кругу. И поэтому при их смешивании мы начинаем видеть грязь. И чтобы научиться улавливать вот эти вот нюансы, нужно просто натренировать глаз и нужно сделать это как домашнее задание. Вот открыть палетку какую-то цветную, рассмотреть каждый оттенок и вот понять из каких цветов он состоит приблизительно. Если это тот же зеленый, посмотреть, ближе он к желтому находится или может быть он ближе к синему. И когда вы научитесь понимать, какие оттенки формируют то, что вы видите в рефиле, вам будет проще сразу находить в той же палетке или в какой-то другой те оттенки, которые будут хорошо сочетаться с ним. Вы должны понять, что по сути, если взять любой желтый и любой синий, то они сформируют зеленый переход. Только этот зеленый будет не такой, как вы себе его представляете. Да, такой вот яркий классический зеленый оттенок, а это будет какая-то версия зеленого, скорее всего с примесью грязи. А все потому, что изначально были взяты не чистые цвета, а оттенки. А в косметике как раз-таки крайне редко встречаются чистые цвета, в 99% случаев это оттенки. А теперь самая важная информация, которая колористику в макияже отличает от колористики в других сферах, и это понятие прозрачности. Вы вряд ли найдете в косметике абсолютно плотные цвета. Косметика в 99% случаев предполагает либо растушевку, либо смешивание с вашим тоном кожи. Даже если взять самую пигментированную красную помаду, то на всех людях она выглядит по-разному. И именно поэтому она выглядит по-разному, что у всех разный оттенок губ. На ком-то она будет смотреться красно-оранжевый, на ком-то выстрелит фуксия, а на ком-то она будет классической красной. А если говорить о тенях и румянах, то здесь практически исключительно встречается прозрачность. И как раз таки этот факт помогает нам сочетать даже контрастные оттенки между собой, не учитывая все правила, о которых я говорила раньше. То есть если вы не будете махать кистью вот так вот как шашкой, пытаясь их растушевать, а будете скорее наслаивать эти оттенки, то вы можете в принципе создать красивые переходы, даже если вы берете два контрастных оттенка и не используете ничего больше. Если вернуться опять к нашему желтому и фиолетовому, то да, конечно можно сделать или графику, или красивые переходы, взять какие-то дополнительные оттенки, выстроить переход. Но даже если вы этого делать не хотите, то нанеся эти оттенки похлопывающими движениями, не растушевывающими и не размазывающими, когда пигмент начинает смешиваться, и опять-таки понятие пигмента в косметике и теней, это тоже две разные вещи. Потому что есть спрессованный пигмент, и они гораздо лучше именно смешиваются между собой. Там даже при нанесении похлопывающими движениями может создаться промежуточный цвет. Что касается классических теней, то они гораздо более такие, скажем так, полупрозрачные, поэтому скорее вы создадите такой переход, что будет казаться, что один оттенок как бы проглядывает сквозь другой. И тоже понятие прозрачности помогает нам в макияже делать оттенки ярче или насыщеннее с помощью черного и белого. Если взять художественную краску и, к примеру, добавить белый оттенок, мы получим более разведенный такой пастельный оттенок. В то время как в макияже, если мы используем белую базу, то на белой базе, опять-таки я сейчас говорю о глазах, оттенки будут выглядеть гораздо более ярко, потому что белая база это своего рода как белый холст. В то время как глаза у нас имеют свой пигмент, по сути это сочетание желтого и розового. Я не буду сейчас вдаваться прям во все подробности разных подтонов кожи, но даже если взять просто сочетание желтого и розового, то вот этот цвет нужно учитывать, когда мы наносим сверху еще какой-то цвет. И вот этот оттенок может влиять на внешний вид того, что вы наносите сверху. Но в то же время, если мы будем наслаивать белый на уже существующий оттенок на нашем веке, то конечно мы будем получать более разбеленный, скажем так, пастельный оттенок. То же самое и с черной базой. Вот почему смоки не делают просто на голой коже, а часто делают на черной какой-то подложке, потому что она сразу помогает создать глубину и убирает любые конфликты с оттенком кожи, не меняя при этом сам оттенок теней. А теперь я хочу рассказать о палочке-выручалочке в любом макияже, а именно о нейтральных тонах. Эта группа цветов состоит из бежевых, серых, серо-коричневых, иногда это и синие серые, зелено-серые и даже кирпично-серые оттенки. Нейтральные цвета сочетаются абсолютно со всеми. Именно поэтому в последнее время настолько популярными стали нюдовые губы. Независимо от того, что вы придумали у себя на глазах, нейтральные оттенки отлично дополняют ваш образ на остальном лице и наоборот. Но не любой нюд это обязательно нейтральный оттенок. Та же нюдовая помада может быть и холодной, и теплой, она может быть там с розовым подтоном, она может быть коралловой, оранжевой, не обязательно это классический беж. Поэтому если вы, к примеру, сделали очень яркий макияж глаз, все равно подумайте, какой оттенок в этом макияже преобладает, холодный он или теплый, и уже в зависимости от этого подбирайте нюдовую помаду. Лично я люблю, когда температура совпадает. Что я имею в виду, это что если у вас преимущественно теплый макияж глаз, то я люблю использовать и теплый румяна, и теплую помаду. Но, кстати, не всегда нейтральный оттенок означает светлый. К примеру, если у вас супер яркие фиолетовые глаза, вы также можете использовать, например, фиолетовую помаду на губах, только, естественно, это будет не спектральный цвет фиолетового, а сильно разбавленный черным. До такой степени, что оттенок уже станет нейтральным. То есть, по сути, это даже будет не фиолетовый, а такой темно-темно-баклажановый оттенок. И с вашим супер ярким фиолетовым макияжем глаз такой оттенок на губах будет отлично тоже сочетаться. Образ получится, конечно, немножко более готическим, но, опять-таки, в зависимости от того, что кому идет, кто что любит. Ну, а теперь давайте подсуммируем все, о чем я рассказала, и я вам сейчас постараюсь объяснить, как это все применить на практике. По сути, как действую всегда я, я открываю палетку, и мой взгляд цепляет какой-то, например, один оттенок. Может быть, он мне просто понравился, вот сегодня мне хочется использовать этот оттенок. Может быть, он где-то повторяется у меня в одежде, может быть, он как-то напоминает мне цвет моих глаз. В общем-то, это не важно. В любом случае, мы всегда приблизительно представляем, ну, какая гамма сегодня будет использоваться, или какой оттенок, например, вы хотите сегодня использовать. Так вот, выберите вот этот вот главный оттенок, и вокруг него уже построите у себя в голове, или вот в этой палетке, или там, используя несколько палеток, построите цветовую схему, которая будет работать с этим оттенком. Допустим, сегодня вы выбрали зеленый оттенок. Что мы можем с ним сделать? Можем сделать монохромный макияж глаз, то есть построить полностью в зеленых тонах всю нашу растушевку. Можно сделать растушевку с родственными оттенками, то есть во внутреннем уголке глаза мы можем использовать, к примеру, желтый, или его вариацию, там, золотистый какой-то оттенок. А во внешнем уголке затемнить это все черным, либо темно-темно-зеленым. Хотите еще больше контраста? Нанесите красную помаду на губы. Перебор тогда ставьте губы нюдовыми, используйте какую-то нюдовую помаду, и самое главное, не забывайте, что цветовые схемы вы можете строить не только используя косметику, но и также предметы одежды, аксессуары, цвет ваших глаз, да в принципе что угодно. Многие спрашивают, как сочетать макияж глаз с одеждой. Здесь используются абсолютно те же цветовые схемы. И если на глазах триаду вам сделать сложно, то сделайте триаду с учетом вашей одежды. К примеру, на вас синие брюки. Сделайте при этом желтовато-красно-оранжевый макияж глаз, и вы таким образом получите триаду вместе с вашими брюками. И последнее, о чем я хочу поговорить, это цветотипы. Лично я не очень люблю все эти подразделения осени, зимы и так далее, потому что в 4 сезона практически нереально вписать абсолютно всех людей. Поэтому сразу начинают создавать какие-то промежуточные сезоны, типа теплая зима или холодное среднеконтинентальное лето. Это был сарказм. Если бы все было так просто с этими цветотипами, то не терялось бы столько людей в них, и не приходило бы мне огромное количество комментариев в стиле, «Ой, я потерялась, так много информации, вроде бы я и к этому цветотипу подхожу, и к этому, но по факту не к одному из них». Лично я, когда объясняю понятие цветотипа, то упрощаю все до мягкой и контрастной внешности. Мягкая внешность — это мягкие черты лица без каких-то угловатых элементов, по типу высокие скулы, кошачьи глаза и так далее. Это преимущественно светлые тоже черты лица, это и светлые волосы, и светлая кожа, светлые глаза, не очень пигментированные губы. Контрастная внешность — это как раз-таки более острые, хищные черты лица, и обязательно на таком лице присутствуют контрасты, то есть это может быть темные волосы и светлая кожа, или светлые волосы, но темные брови, глаза и пигментированные губы. Короче, сочетаний здесь может быть масса. Первых очень часто называют бледными поганками или серыми мышами, а вторые, по сути, это те, кто не попадают под эту категорию. Так вот, для мягкой внешности больше всего подходят как раз-таки нейтральные оттенки. Если на такой внешности сделать какой-то яркий макияж, к примеру, там красный какой-то смоки, то он эту внешность очень сильно съест. И вы будете видеть вот этот смоки, но человек на фоне просто потеряется. Для мягкой внешности гораздо больше подходят пастельные тона, монохромная гамма, нейтральные оттенки. Это то, что будет для такого типа внешности родственным. Конечно, мягкая внешность также может быть и холодной, и теплой, и нейтральной. Если у вас молочная кожа, пепельные волосы, светло-алые губы, то вы холодная мягкая внешность. И на вас как раз-таки будет круто смотреться холодная монохромная гамма и холодные пастельные оттенки. Если же у вас, к примеру, оливковая кожа, светло-песочные волосы, зеленые глаза, то у вас теплая мягкая внешность и, соответственно, на вас будет хорошо смотреться теплая монохромия или пастельные оттенки. Если же у вас микс всего, к примеру, холодная молочная кожа, но при этом зеленые глаза, алые губы и желтовато-песочные волосы, то вы являетесь нейтральным цветотипом и вам, по сути, подойдет все вышеперечисленное. Лично мое мнение, опять-таки, на мягкой внешности контрасты будут смотреться хорошо только тогда, когда продуман весь образ в целом. Если вы одели какие-то невзрачные джинсы и простую маечку, но при этом забабахали себе ярко-красный макияж глаз, то это будет выглядеть ужасно. Но если вы сделали тот же ярко-красный макияж глаз и одели, к примеру, красную кепку или какие-то массивные красные серьги, а из одежды выбрали ту же желтую блузку и синие брюки, то образ получается очень ярким, пестрым и контрастным, но вы в нем будете выглядеть гармонично, потому что вы, по сути, выступаете холстом для всех этих красок. И из-за того, что образ продуман в целом, вас и будут воспринимать в целом и не будут цепляться за какой-то один элемент, который слишком сильно выделяется на вашей внешности. Если же у вас контрастная внешность, то вам, наоборот, будут идти вот такие вот броские комбинации. Монохромия и пастельные оттенки как раз-таки такую внешность очень простят. Здесь даже одев какую-то невзрачную одежду, но при этом сделав яркий макияж на лице, вы не потеряетесь, он, наоборот, будет подчеркивать вас, так как естественные контрасты будут помогать вам вытянуть этот макияж. С такой внешностью абсолютно не нужно бояться экспериментировать, нужно пробовать разные цветовые схемы. Обычно такую внешность это очень хорошо подчеркивает, и также, кстати, для такой внешности очень хорошо подходят темные глубокие оттенки, а-ля цвета драгоценных камней. Фух, ну что, я думаю, что на этом мы с вами можем закончить. Если у вас остались еще какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Но самое главное, что я вам советую, это все-таки какое-то время попрактиковаться. Вот сейчас вы очень много теорий послушали, и нужно уже переходить к практике. И вам такое небольшое домашнее задание. Первое, это определите свой цветотип, холодный он или теплый. Дальше возьмите какую-то самую яркую палетку, которая только у вас есть в коллекции. Попытайтесь натренировать свои глаза, и вот каждый оттенок разобрать, какой он холодный, теплый, почему он холодный или теплый. В нем преобладает тот или тот оттенок. То есть вот разберите, посидите с цветовым кругом, немножко подумайте и потренируйте ваши глаза. А после этого уже выберите какую-то цветовую схему и попробуйте построить макияж. А на этом я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему палец вверх. Также делитесь этим видео с друзьями, чтобы все начали разбираться в колористике. Если вы впервые на моем канале и еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас вам предлагает посмотреть другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.